Лоси и люди. Мирное сосуществование возможно? Мнение горожан по этой проблеме разделились. С одной стороны, лоси среди города – это прекрасно. Но лично я боюсь за своего маленького ребенка. Я считаю, что лосей надо, наверное, оставить, но так, чтобы в жилые районы они заходили как можно реже. Лоси – это, конечно, прекрасно, но когда они вдалеке щиплют ветки. Если максимально оградить жителей от общения с этими животными путем подкармливания и устройства для них в лесу нужных им ништяков, то пусть будут лоси. Дикие животные должны жить отдельно, и это факт. Считаю главным для людей, живущих в городе – обеспечение их безопасности. Не надо трогать диких зверей, тогда они не тронут тебя. Лоси уже стали символом заречного, не надо их никуда вывозить. Это людей надо обучить, как существовать с дикими животными. Лоси – это, конечно же, прекрасно. Нашему городу в этом смысле есть чем гордиться. И выгнать их совсем нельзя, тем более, что все равно вернутся. Просто надо преградить им путь в город. Конечно, лоси нужны, ведь они – настоящие аборигены. Их предки жили здесь задолго до 1958 года. И не нам с вами запрещать им жить у себя на малой родине. Во многих городах лоси и люди прекрасно сосуществуют друг с другом. Большинство комментариев в блоге главы городской администрации за то, чтобы сахат их оставить, но обеспечить безопасность людей. Так же думают и те, кто голосовали на сайтах телерадиокомпании «Заречный», еженедельника «Заречья» и клуба стратегического развития. Общая картина такова. Более половины – за сохранение уникальной экосистемы города. Около 40% – за удаление лосей с территории. Десятая часть не считает сахат их проблемой. По данным Управления природными ресурсами, в настоящее время в городе проживают не меньше шести особей. Один лось часто выходит в город, но специалисты утверждают, что он не представляет угрозы для жителей. Он ведет себя очень даже неплохо, не агрессивный абсолютно. Это подросток, уже взрослый подросток. Если не проявлять себя агрессивно в его адрес, не бросать камни, не пугать его, не травить его собаками, он абсолютно мирное животное. Слова эколога подтверждают и жители дома номер 21А по улице Братской. Недавно в их дворе практически целый день отдыхал лось. Антонина Акимовна наблюдала за диким животным с балкона. Он спокойно и вот встанет, стоит у него, видимо, больные ноги, встает и опять ящик вот в поладочек. Я вам честно говорю, честно. Вот вот эту подъезду женщина. Она ему вставила, ведра два, выносила воды, поставит, а сама убежит, боится. Он встает, увидит и пьет. Я вам точно специально говорю, честно. Зрителей во дворе собралось много. В течение нескольких часов зареченцы пристально следили за диким животным. Она лежала. Она, наверное, с детенышем была, беременна была. Почему решили, что это лосиха? Ну, потому что у нее живот был большой уже. И она лежала, а не ходила. Вот здесь вот даже не обращалась, что мимо нее ходят. А вам страшно было? Нет, мы проходили, она вообще не двигалась. Мне страшно было подходить. А еще я испугнулся, что моего брата там могут заметить лось. Случаи, когда лося отдыхают на игровых площадках, в скверах, около школ и детских садов, в Заречном не редкость. Экологи уверяют, что для горожан это безопасно. И вместе с тем предупреждают. В городе действует алгоритм, по которому, если лось ведет себя агрессивно, неадекватно, или вы очень сильно напуганы, то вы звоните в 05 УГЗ. И дежурный направляет людей и транспорт для того, чтобы выгнать животное с территории жилой зоны. Мирное сосуществование людей и лосей возможно, заверяют экологи. Главное, чтобы горожане сами не проявляли агрессии и, по возможности, заметив Сахатова, изменили свой маршрут. Запомнить норму поведения нужно людям. Научить дикое животное соблюдать правила невозможно. Елена Степкина, Андрей Лешин, телерадиокомпания «Заречный».